В этом видео мы с тобой подробно разберем тему шаблонов, чем обычная презентация отличается от шаблона, как их создавать, как редактировать, где скачивать качественные красивые шаблоны, а в конце видео я поделюсь с тобой информацией, где скачивать их еще и бесплатно, и даже поделюсь своими шаблонами, так что смотри до конца, не перематывая. Привет, я Миша, мы вместе с тобой учимся создавать качественные презентации, многие к шаблонам относятся скорее негативно, из-за их низкого качества, из-за плохого дизайна, это вполне справедливо, я даже сам года два назад плохо относился ко всем шаблонам, пока их не стал создавать сам. Шаблон презентации это уже готовые наполненные слайды с современным дизайном, а самое главное, они подготовлены для моментального редактирования. В хорошем шаблоне можно поменять цвет всей презентации буквально в два клика, а также в два клика заменять фотографии, даже если они находятся в сложных фигурах, или формах, или внутри устройств. Стиль текста не должен сбиваться в момент редактирования, и хороший шаблон должен решать задачи, то есть там должны быть слайды с инфографикой, с диаграммами, с фотографиями, обычные с текстом, то есть все слайды на все случаи жизни. И главное, конечно же, шаблон должен нравиться вам и быть просто красивым. Шаблон можно либо купить, найти в интернете, либо разработать самому, разрабатывается он один раз, а потом вы его можете использовать много-много-много раз во всех своих проектах, и тогда все ваши презентации будут в едином стиле. Если вы не готовы разрабатывать свой шаблон, или у вас просто на это нет времени, вы можете воспользоваться моим магазином готовых, качественных, действительно красивых шаблонов для PowerPoint. Сейчас у нас уже более 3000 уникальных слайдов и более 30 разных стилей оформления на все случаи жизни, и мы постепенно-постепенно туда загружаем еще. С нашими шаблонами вы получаете презентацию с действительно современным дизайном, вы в разы экономите время, а еще это намного дешевле, чем нанимать дизайнера на фрилансе. Абсолютно в каждом файле PowerPoint есть слайды-макеты, мы их можем найти на вкладке «Главное» в кнопке «Создать слайд». Мы их раскрываем, вот каждый слайд — это отдельный макет. Мы можем подобные редактировать или даже создавать свои. Создавать мы их можем на вкладке «Вид» в инструменте «Образец слайдов». Когда мы сюда проваливаемся, у нас слева открывается новая вкладка, и появляются все инструменты для редактирования макетов. Слева у нас появляется наша тема всей презентации, и каждый слайд — это один макет. В каждой мы можем провалиться и его более детально отредактировать. Самый первый и самый крупный слайд — это слайд «Мама». Это тема всей презентации. Именно здесь настраивается оформление стилей всего шаблона. Вопрос. Миша, а как быстро добавить логотип сразу на все слайды? Слайд «Мама» нам в этом поможет. Мы без стеснения возьмем первый попавшийся логотип одной из крупных компаний. Я просто скачиваю логотип в SVG и добавляю этот логотип на слайд «Маму». Наверное, нужно сразу же оставить направляющие, я их включу. Кстати, направляющие тоже настраиваются один раз, и потом их можно не настраивать, потому что они дублируются и на слайды всего макета, и уже в моменте редактирования. Сейчас вот я расставил, и могу этот логотип без изменения размера просто поставить уже в правый верхний угол, и смотрим, да, что получается. О чудо! Этот логотип у нас появился на всех последующих слайдах. Образец заголовка. Мы можем ничего не переписывать, потому что это для нас неважно. Мы по факту будем переписывать уже на реальных слайдах. Но нам сейчас нужно настроить все по стилям. Я выделяю текст. Текст редактируется по стилям. Уже название вкладки поменялось. Она называется «Домашняя страница» в моей версии PowerPoint. Я просто для образца заголовка настраиваю стиль. Выбираю «Bolt» — «Monster Hat» — свой любимый шрифт. Выбираю «40 размер» и точно так же этот заголовок подстраиваю под направляющую. Стили на всех следующих слайдах тоже будут меняться, потому что все дети наши, они будут похожи на маму. Небольшой лайфхак, который космически упростит редактирование всего шаблона. Когда мы настраиваем заголовок и основной текст, нам нужно на него нажать правой кнопкой, провалиться здесь на вкладку «Формат фигуры». Здесь нам нужно провалиться в «Параметры текста». Здесь мы проваливаемся в надпись. И тут мы выравнивание по вертикали сменяем посередине на выравнивание по верхнему краю. И тут мы еще зажимаем вот эту галочку «Подгонять размер фигуры под текст». Это нам очень сильно упростит задачу уже потом, в момент редактирования, потому что у нас текст так не будет смещаться. То же самое сразу сделаем с основным текстом, с образцом текста. Здесь у нас уже по умолчанию выравнивание по верхнему краю. Просто подгонять размер фигуры под текст. И здесь мы убираем вот эти точки, потому что они здесь не нужны. И шрифт выбираю просто «Монстерат». Размер основного текста мы потом сможем еще редактировать уже в процессе, когда будем настраивать макеты. Колон-титулы, нумерацию страниц я бы рекомендовал не убирать. Почему? Потому что если мы сейчас удалим и не настроим по стилям, ну, скорее всего, да, там, не часто этот инструмент нужен, но если понадобится и он по стилям не будет настроен, то тогда он просто вылетит и будет уже в момент редактирования просто к нему применится классический стиль, чего нам не нужно. Поэтому здесь колон-титул и нумерацию страниц можно настроить, а по факту, если она не нужна, то выключить их уже как инструмент в момент редактирования основного слайда. Здесь я же их просто настрою по стилю, поставлю в то место, где они мне нужны, ну и, в принципе, все. А еще нам нужно с тобой добавить цвета в наш шаблон. Скажи, пожалуйста, сколько раз ты думал, когда заходил в стандартные цвета темы, «О боже, какие же страшные цвета! Где все мои любимые?» Спокойно, ее, эту вкладку можно тоже настроить. Для того, чтобы это настроить, нам нужно сначала откуда-то взять. Я вернусь на сайт, где скачивал логотип. Вот они у меня тут есть, стандартные цвета. Я просто сделаю скриншот, перетащу этот скриншот на презентацию. Дальше зайду на вкладку «Образец слайдов», выбираю цвета. Здесь в самом низу есть такая кнопочка «Настроить цвета». Здесь у нас есть первые цвета, это цвета «Текст фон». Я их обычно не трогаю, потому что они влияют на стили всего шаблона. Я обычно редактирую, начинаю сразу с акцента. Просто кликаю на квадратик «Акцент», выбираю пипетку и забираю для начала голубой цвет, тот, что идет к оформлению у нас основного брендинга. Дальше «Акцент 2», я выбираю вот такой темно-серый цвет, он у нас будет применяться к тексту. Все, нажимаю «Сохранить», картинку удаляю. Шрифта, цвета у нас полностью погрузились в палитру. Сейчас я тебе это покажу. Вот они сюда, они у нас добавились. Сразу мы можем вот «Текст», «Текст» выделить и выбрать цвет вот этот серенький, который мы добавили. И смотри, да, весь текст у нас на следующих слайдах, он поменялся. И для наглядности я не буду редактировать все макеты, которые у меня уже есть в файле. Я их просто удалю, и мы с тобой создадим новые. Захожу на вкладку «Образец слайдов» и выбираю кнопку «Вставить макет». У меня вставляется макет уже с направляющими, обрати внимание, с заголовком и с колон-титулами. Заголовок можно отключить. Здесь же на этой вкладке то же самое можно включить-выключить нижний колон-титул. Дальше у нас есть кнопка «Вставить заполнитель», и тут у нас что мы можем вставить? Контент, содержимый, текст, бла-бла-бла-бла, сам прочитаешь. Первое, что мы вставим, мы попробуем вставить самый элементарный элемент, это рисунок. Он вставляется здесь обычной фигурой, вот таким прямоугольником. Мы с тобой уже, ребята, креативные, нам нужно что-то посложнее, прямоугольника нам будет недостаточно. Кстати, ну в момент уже редактирования основного слайда можно изображение вставить уже внутрь этого прямоугольника, и изображение оно подстроится под эту фигуру. Нам прямоугольник не нужен, мы хотим сделать круг. Я выделяю этот рисунок, захожу на вкладку «Формат фигуры», здесь инструмент «Изменение фигуры», «Изменить фигуры» и выбираю круг. У меня сейчас превратился в какой-то овал, мне нужно снова его выделить, зайти на вкладку «Формат фигуры» и здесь подстроить просто размеры. В данном случае я уже, поскольку этот слайд делал, я знаю то, что у меня должно быть 1.7, 1.7. Все, у меня превратился в ровный круг. Рисунок, надпись некрасивая, очень большая, можно ее просто убавить. Я зайду на вкладку «Домашняя страница» и поставлю просто самый минимальный размер, чтобы он мне не мешался. Ой, что-то тут искажение произошло, такое иногда бывает, поскольку мы еще в моменте редактирования шаблона. Все, возвращаю, снова пропорции, получился у нас круг, в который мы сможем потом вставить фотографию. Кстати, мы можем заголовок редактировать под наши любые цели. Мы можем, например, здесь я возьму и допишу образец заголовка в две строки. И мы теперь можем уже подстраивать другие элементы под размер конкретно этого заголовка, а на всех остальных слайдах мы можем уже, в зависимости от того, что нам нужно, в две, три, четыре строки, как угодно настраивать. У нас уже есть фотография на слайде, давай добавим следующий элемент. Мы снова заходим на вкладку «Образец слайдов», «Вставить заполнитель», выбираем «Обычный текст». Добавляю текст, напишу здесь пока просто «Подзаголовок». И мы можем настраивать стили этого подзаголовка. Если у нас заголовок размером 40, значит «Подзаголовок» логично будет сделать раза в два меньше 20. Шрифт, выбираю тот же самый «Монстерат», выбираю просто жирненький вот такой. Дальше давай добавим с тобой какой-то графический элемент, чтобы он у нас интересно смотрелся на слайде. Захожу на вкладку «Вставка», выбираю фигуры, выбираю обычную линию, черчу вот такую небольшую линию. Толщину линии я выставляю самую жирную 6, а цвет линии я выставляю вот такой голубенький. Обрати внимание, что я выбираю именно вот этот квадратик. У меня цвет голубой привязывается, получается, к конкретному квадрату. Но мы потом про цвет еще дополнительно посмотрим. Добавим еще один элемент на вкладке «Образец слайдов». Выбираем заполнитель, выбираем текст. Один такой совет тебе. Ни в коем случае в шаблонах не пиши текст вот так. То есть просто текст, 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 текст. Мы таким образом не сможем визуально его оценить, как выглядит шаблон. На такие случаи у нас есть один ресурс, который хочу тебе порекомендовать. Называется «Рыботекст». Он рандомно генерирует текста без смысла, без какого-либо наполнения, но при этом адекватного по верстке, который помогает нам уже оценить, как реальный текст в будущем будет выглядеть на слайде. Все, мы, получается, мы добавляем текст на слайд и редактируем его по стилю. Он у нас сейчас крупный такой. Зачем нам такой крупный? Поскольку у нас подзаголовок 20-го размера, наверное, текст будет хорошо 16-го или 18-го. И, наверное, хочется сделать его немного потоньше. Подстраиваем уже по размеру. Если что, мы можем там убавлять, прибавлять. И все. И начинаю все это дело выравнивать. Когда у нас сложился первый блок, мы его можем просто дублировать. К сожалению, в редактировании шаблонах нельзя элементы группировать. То есть даже если я нажму правой кнопкой, они у меня все выделены. И вот группировать недоступна эта возможность. Но их можно копировать, дублировать. Поэтому я нажимаю просто Command-D либо Ctrl-C. У меня вся группка, она дублируется. Я выставляю их по высоте. Вставляю одну в центре. И дублирую еще одну. И увожу ее вправо. И теперь выравниваю все элементы уже относительно друг друга. Вот такой слайд получился. Сейчас мы сделаем еще один посложнее. А ты напиши в комментариях, как тебе вообще слайды. Нравятся, не нравятся. Что бы ты сделал, может быть, чуть по-другому. Создаем еще один макет. Расскажу тебе сейчас еще парочку лайфхаков. На этом слайде, во-первых, мы сделаем большой заголовок с важным тезисом в три строки. Для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Убавляю сразу его по длине. И важным тезисом хочется как-то выделить. Я захожу на вкладку Ставка, убираю инструмент фигуры. Добавляю обычный прямоугольник. И сразу где-то черчу его вот здесь. Можно даже без такого сильного... Хотя нет, придется все-таки немного его выровнять. Цвет, он у меня выбирается сразу же вот этот голубой. Контуры я у него убираю. Отправляю на задний план. Получается, у меня важный тезис. Самый важный. Будет выделен. Текст я могу скопировать с предыдущего слайда. Он у меня будет копироваться не текстом, а именно шаблоном. Вот так. И все. Я его подстраиваю сразу под слайд, выравниваю. Снизу мы добавим фигурную фотографию. Но только фигура у нас будет уже не обычная прямоугольник-квадрат. А что-то такое уже креативненькое, как вы любите. Захожу на вкладку ставка, выбираю инструмент фигуры. Фигуры можно выбирать любую. Я сейчас для того, чтобы процесс ускорить, я выбираю инструмент полилиния. Причем даже такую фигуру, которую я начерчу, наверное, есть инструменты поудобнее, как можно это сделать. Но сейчас для того, чтобы быстро это все сделать, опять же, я выберу ее. Выберу инструмент полилиния. Дальше я выбираю прямоугольник для того, чтобы просто отсечь все ненужное, что находится с... Вот, у меня получилась такая фигура. И нам нужно в эту фигуру вставить фотографию. Для начала я эту фигуру задублирую. У меня их получилось две. Я подстрою одну на другой. Дальше я захожу на вкладку образец слайдов. Выбираю снова заполнитель, рисунок. И вставляю вот просто вот такой вот рисунок. Неважно, какого размера. Отправляю рисунок на задний план. Зажимаю клавишу shift. Выбираю фигуру. Захожу на вкладку формат фигуры. Инструмент объединения фигур. Но выбираю здесь пересечения. У меня получается рисунок точно такой же формы, как и эта фигура. Отправляю... Сейчас, что у меня здесь? Запутался немножко по слоям. Фотографию отправляю на задний план. А саму фигуру я увожу чуть-чуть повыше. Ее все равно не будет видно здесь вниз, потому что будет фотография. А вот тут верхний кусочек у самой фигуры будет хорошо просматриваться. А самое главное, чтобы эта фигура еще не налазила на текст, который находится сверху. Калан титулы, они у нас будут отличаться. И поскольку они будут на фотографии, они сейчас серые. Их будет не видно, поэтому нам нужно сделать их белыми. Выделяю, захожу на вкладку домашняя, просто делаю их белыми. А вот и готовы наши макеты. Теперь мы их можем редактировать. Для того, чтобы их редактировать, нам нужно выйти из этого режима. На вкладке образец слайдов нажимаю закрыть. И вот он, наша презентация. Сколько времени работали-работали, слайдов еще пока нет. Захожу на вкладку главная, нажимаю создать слайд. И смотри, вот они наши макеты, которые мы создавали. Выбираю сначала первый. Для начала отредактирую весь текст. Осталось добавить фотографии. С фотографиями еще намного проще. Текст заполнил. Обрати внимание, нигде не сбились стили. Именно такими и должны быть шаблоны. Нам осталось добавить фотографии. С фотографией добавлять еще проще. Мы находим любые фотографии, которые нам нужно добавить в эти макеты. В данном случае у меня вот есть здесь иконки. Что я делаю? Я их просто выделяю. Смотри, просто перетаскиваю. Оба! Магия! Они сами подстроились. То, что они совпали вместе с текстом, это скорее случайность. Но они сами уже попали в те фигуры, которые я подстроил. Если вдруг так вот сложно перетаскивать их, можно просто в самом макете нажать на кнопочку изображения. У нас открывается папка с поиском фотографии. Мы находим нужную фотографию. Нажимаем Enter. Она у нас сама подстраивается под нужную фигуру. Все, слайд готов. Элементарно, максимально быстро. Создаю еще следующий слайд. Сразу же, да, пользовательский. Едва. Здесь тоже сначала меняю текст. И добавляю фотографию. Да, то же самое. Нажимаю, кликаю на сам макет фотографии. Нахожу на компьютере нужное изображение. Нажимаю Enter. Она хоп. И сейчас сама, давай, чуть-чуть подгрузилась. Вот все, да, она сама сюда подстраивается. Можно его кадрировать внутри фигуры. То есть я выделяю фотографию на вкладке формат рисунка. Выбираю здесь обрезать. И могу ее чуть-чуть подтянуть повыше. Вот так. Оп. Все. Красиво получилось. И сейчас хочу показать всю магию шаблонов. Представьте, вы фрилансер, сделали презентацию. И у вас в какой-то момент хоп, поменялся заказчик. Допустим, сменился на другой банк. Что мы можем сделать? Мы заходим на вкладку вид. Заходим в образец слайдов. Заходим на слайд маму. Заходим на куда-нибудь там в интернет. Находим другой банк. Скачиваем логотип точно так же в SVG. Мы перекидываем логотип на слайд маму. Здесь он, да, странной формы. Можно максимально быстро как это заменить. Я вырезаю этот логотип. Нажимаю на логотип, который у меня сейчас есть правой кнопкой. Выбираю заменить рисунок из буфера обмена. Он меняется чуть-чуть. На самом деле нужно еще подстроить его по направляющим. Потому что он формы немного другой. Но размеры не меняю. Прямо оставляю в исходном его. Окей. И еще нужно поменять цвета. Захожу на вкладку образец слайдов. Выбираю здесь цвета. Нажимаю настроить цвета. Меняю голубой. Выбираю пипетку. На какой же я поменяю? Конечно же на красный. Я его просто забираю из логотипа. А тот, что я делал на цвет, в МТСе там немножечко потемнеет цвета. Поэтому я просто вручную его убавляю. Без какого-либо даже брендбука. Нажимаю сохранить. Магия. Смотри. Что? Закрываю образец слайдов. Здесь наверное мне нужно будет... А ничего даже не нужно будет. Прогрузилась. Красота. Все поменялось. Сразу автоматически. И сейчас это два слайда. А представь, есть ли слайда в презентации 100. Наверное сейчас самый лучший момент попросить тебя подписаться на канал. Поставить лайк к этому видео. Если для тебя ценно то, что я делаю. Если ты находишь в этом пользу. Буду рад, если напишешь комментарий в поддержку. Покажу парочку из своих личных шаблонов. Это те шаблоны, которые разрабатывал я сам. Они как раз таки сделаны через образец слайдов. Это те шаблоны, которые продаются в магазине. Их можно приобрести. Слайды в этих шаблонах на все случаи жизни. И как это выглядит. Да, есть отдельные слайды с фотографиями. Есть отдельные слайды с инфографикой. Есть отдельные слайды с диаграммами. С устройствами, с телефонами. И все редактируются по принципу, как вот я сейчас создавал шаблон. Или вот еще один похожий. Тоже со своим уже с другим стилем оформления. На подобную работу уходит плюс-минус у меня лично. Где-то неделя. То есть, чтобы продумать каждый слайд, настроить его под редактирование. Я думаю, вы теперь понимаете, да, почему эти шаблоны, они не бесплатные. Часто спрашивают меня, Миша, где скачивать бесплатные шаблоны? Тут вы должны для начала понимать, что хороший шаблон, хороший продукт, он должен стоить дорого. Бесплатные шаблоны можно искать в интернете, но и качество у них будет, конечно же, слабое. Сервисы и сайты по продаже шаблонов, они очень сильно развиты на Западе, в Европе. Один из, кстати, таких сайтов это Graphic River. Вот я сейчас покажу. Здесь много шаблонов, они тут продаются в долларах. По-моему, оплачивать нужно с PayPal. Я, честно говоря, сам даже никогда не покупал. Я сюда пробовал, работы свои выкладывал, они продаются. Или есть еще Creative Market. Тоже здесь есть такой фильтр специальной шаблоны для PowerPoint. Есть еще магазин Itsy, тоже на котором мои работы выставлены. Вот, кстати, один из моих шаблонов. Прямо тут сразу же. Вот-вот тоже мои работы. Какой из них лучше, вообще без разницы. Потому что авторы, как правило, выкладывают свои шаблоны сразу на все три. Выбирайте любой. Еще один русскоязычный ресурс называется GoodSlide. Привет, Саша. Это сервис моего знакомого. Тоже здесь. Хорошее качество. Можно купить шаблоны для своих задач. И точно такому же принципу редактировать. Из бесплатных ресурсов есть вот такой SlideSeller. Ссылки все я оставлю в описании, поэтому вы можете их не переписывать. Здесь можно скачивать бесплатные шаблоны. Вы должны понимать, что здесь бесплатные, они не полностью бесплатные. Они даются в качестве демо-версии больших шаблонов. Для коммерции, для компании здесь скорее будет мало. Но для какой-то школьной презентации, для школьников, это прям вау, вам точно хватит. Но помните, что большую, хорошую, качественную работу бесплатно никто не отдаст. И в описании под этим видео вы найдете еще пять шаблонов с нашего сайта по продаже шаблонов. Там будет суммарно около 50 слайдов, которые вам должно хватить на первое время. А когда уже захочется чего-то нового, приходите обязательно к нам и уже покупайте большие, качественные, красивые шаблоны. На канале есть еще видео про презентации, про PowerPoint. Вы тоже можете их заценить. Если видео понравилось, поставьте лайк. Ты молодец, то что досмотрел до конца. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Пока.